обряды в пятнице макош 2023 года доброго здравия снова с вами северная сказка ставьте лайк подписывайтесь на наш канал мы рассказываем много интересного о славянских праздниках богах и обычаях великая богиня в ее руках нити судеб людей и богов тут и объяснять не надо уже и поняли славим богиню судьбы и магии макош в народе известны особые дни почитания великой так называемые пятницы это время для сильных обрядов каких именно смотрим на луну и даты пятниц для почитания богини посмотрим даты пятниц макош и подходящие к этим событиям обряды как вы знаете есть особые чудесные обряды в которых мы обращаем свои уговоры к великой богине первая пятница макош 6 января приходится на растущую луну лучшие обряды к богине макош в эту пятницу славление богини макош развитие чародейных способностей подславлением мы понимаем обращение к высшей силе праве с просьбой о покровительстве обращаемся к богине по имени и называем те качества которые считаем важными перечисляем те блага которые нам важны макош милостивая к примеру вторая пятница макош 3 февраля приходится на растущую луну близкую к полнолунию лучшие обряды этой пятницы славление богине макош для получения доли мы понимаем выражение доля как то что дано нам снаружи по независим от нас причинам в представлении нашего народа это ровная нить которая сплела нам богине доля помощница богине макош потому и просим мы макош дать нам счастье светлую долю которая обеспечит нам ровную жизнь без потрясений 3 пятница макош 10 марта выпадает на убывающую луну лучшие обряды этой пятницы славление богине макош от женского нездоровья против недоли снятия венца безбрачья под венцом безбрачья мы понимаем такое состояние когда девушка или женщина хочет но не может выйти замуж создать крепкую счастливую семью к этому же можно назвать случае когда женщина не может завести долгих отношений с мужчиной или переживая череду коротких неудачных браков в народе считают что такое злосчастье может быть результатом порчи кинутой опытным колдуном или колдуницей но в то же время может быть результатом самопорчи собственных худых дум потому обращение к высшей силе всегда считалось чуть ли не единственным способом что-то исправить в своей жизни все славянские богини хоть и по-своему откликаются на этот уговор и даже боги мужчины например бог велес и бог сварок сковыватель судеб в обряде снятия венца безбрачья обращаемся к макош богине судьбы и сварогу кузнецу четвертая пятница макош 7 апреля луна убывающая но близкая к полнолунию 6 апреля можно делать обряды на обретение лучшие обряды этой пятницы славление богини макош и исправление судьбы обряд благополучия семьи и рода проводят для того чтобы сохранить и защитить счастье и благополучие своей семьи и своего рода хотя защита дома и рода это дело мужчины но и женка может внести свой вклад обращаясь на лунном алтаре к любимой богине макош это сильный защитный обряд который умножит женские силы и поможет сохранить счастье в семье и в роду 6 пятница макош 19 мая новолуние лучшие обряды этой пятницы славление богини макош чистка денежного канала от страхов и худых дум худые думы были известны нашему народу все что теперь называется депрессией страхами даже истерии панические атаки да и просто тяжелые думы горестные переживания низкая самооценка то есть речь идет о внутренних переживаниях которые конечно же отражаются на качестве жизни человека что такое чистка денежного канала под денежным каналом мы понимаем способность человека пользоваться внешними возможностями для получения денежных средств и увеличение этих возможностей которые даны высшими силами обращаясь к богине макош мы надеемся на то что возможностей получить денег у нас станет больше но и про свои задачи не забываем помним о том что после открытия и чистки денежного канала деньги не посыпется как из рога изобилия чистка уберет блоки и препятствия которые мешают нам зарабатывать а увидим мы новые возможности или нет будет зависеть только от нас самих седьмая пятница макош 9 июня луна убывающая лучшие обряды этой пятницы славление богини макош снятие венца безбрачья против недоли от женского нездоровья под женским нездоровьем и старением мы понимаем чувство внутренней подавленности беспокойство даже страха душевных терзаний и худых мыслей которые возникают от действительных или воображаемых признаках нездоровья или старения в народе знают что все связано одним наузом и душевное состояние благотворно влияет на тело обряд представляет собой кудесы в которые уходит знаток при виде того как сгорает свеча восьмая пятница макош 30 июня растущая луна лучшие обряды этой пятницы славление богини макош рождение ребенка благополучие семьи и рода дом как полная чаша мы понимаем выражение дом как полная чаша также как понимали это наши предки земледельцы в доме есть все необходимое для безбедной жизни но также и помним что чаша всегда имеет край и лишнее обязательно выльется или просыплется потому и обряд этот для получения действительно необходимого но не чрезмерного его нельзя использовать для получения внезапного выигрыша речь идет скорее о полных закромах и снятия страха перед возможным обнищанием и бедностью обряд рождение ребенка рождение ребенка чудо появления новой жизни и новой души в явном мире всегда волнующее событие независимо от других жизненных обстоятельств важно зародить ребенка потом выносить его и благополучно родить здорового и красивого нового человечка наш народ считает рождение одним из трех важнейших событий для всего рода наряду со свадьбой и проводами умершего потому и накоплено множество обрядов для этого чудесного события девятая пятница макош 28 июля луна растущая лучшие обряды этой пятницы славление богини макош развитие чародейных способностей исправления судьбы под судьбой мы понимаем сочетание того что дано человеку сверху по независящим от него причинам то что иначе можно назвать долей или недолей и того что сам человек может изменить в своей жизни потому обращение к богине судьбы для изменения обстоятельств жизни к лучшему делается и для того чтобы получить внутренние силы к правильным действиям вы обращаясь к великой макош передаете в горний мир свое великое чаяние в спасении или себя или другого человека жизненно важно спасти жизнь здоровье благополучие да все не перечислишь 10 пятница макош 27 октября луна растущая рядом с полнолунием 28 октября лучшие обряды этой пятницы славление богини макош исправление судьбы развития чародейных способностей мы понимаем чародейные способности когда присущий каждому но развитый в разной мере чародейный дар нужен каждому человеку для того чтобы уметь управлять собственным состоянием телесным душевным духовным и создавать вокруг себя благоприятные возможности не ущемляющие прав других людей 11 пятница макош 3 ноября луна убывающая лучшие обряды этой пятницы славление богини макош снятие венца безбрачья от женского нездоровья против недоли под недолей мы понимаем все неблагоприятные внешние обстоятельства которые мешают человеку быть счастливым другие названия горе трудная доля трудная судьба злосчастье бездолье злополучие беда горькая участь несчастье злосчастье лихо то есть то что является внешним для человека и часто не зависит от его личных действий потому обращение к высшей силе особенно к богине судьбы всегда считалось чуть ли не единственным способом что-то исправить в течение своей жизни 12 пятница макош 8 декабря луна убывающая лучшие обряды этой пятницы славление богини макош от женского нездоровья против недоли зачем говорим о том на какую луну выпадает праздник те кто проводит северные обряды знают что от луны зависит то какие обряды можно нынче творить на убывающую луну очищаемся от худа прощаемся с былым отпускаем отжившие на растущую луну призываем в жизнь добро и счастье теперь когда вы получили представление о том когда и какие обряды лучше всего делать смотрите пошаговые описание всех 12 обрядов в нашей тайне ссылка в описании к видео не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал на благо